Тайна существует только для того, чтобы быть раскрытой. Так говорил французский философ Жиль де Лёс. И если вы с ним согласны, давайте раскрывать тайны прямо сейчас. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Неуязвимая защита. Российские учёные создадут костюм будущего для солдат «Ратник-3». Почему он может сделать нашу армию непобедимой? Можно защитить практически всего человека бронежилетами. Такого уровня защиты, которая любая пуля не пробьёт. Что за неведомые твари живут во льдах Антарктики? Чем они отличаются от известных нам животных? И почему учёные считают их опасными? Опасные для человека бактерии, которые тысячелетиями спали во льдах. А теперь во время глобального потепления они вновь пробудились. Магнитные холмы. Что это? Аномальная зона или оптическая иллюзия? Почему считается, что в этих точках законы гравитации теряют свою силу? Внутри этих энергетических холмов существуют либо какие-то химические элементы, либо какая-то энергетика, которая по-разному действует на окружающих, на людей. Алан Милл, автор истории о Винни-Пухе, работал на британскую разведку. Какие задачи ставились перед писателем? И какое отношение к Ми-7 имеют персонажи детской сказки? Британский парламент выступал ослом, которого он всячески тиражировал. Ученые обнаружили яйца внутри перуанской мумии человекообразного существа. Кем было это создание? И почему оно исчезло? Теперь же возникают вопросы. Прибыли ли они из космоса? Или они представители пропавшей цивилизации? Хоббиты против гигантов. Исследователи утверждают, что тысячелетия назад на нашей планете жили мифические существа. Какие доказательства их существования есть у экспертов? И куда исчезли эти загадочные расы? Это были существа ростом в один метр, которых мы называем хоббитами. Они жили тысячи лет назад. Примерно в такое же время жили и представители Homo sapiens. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Российские ученые создадут экипировку для солдат будущего. Ее назвали «Ратник-3». В состав набора планируется включить стальной шлем с забралом, очки со встроенным дисплеем, противоосколочный воротник, керамическую защиту конечностей, чешуйчатый бронежилет и экзоскелет на ноги. Кроме того, в комплекте к одежде будет идти новейшее стрелковое оружие. Какие новинки готовы предложить конструкторы? И когда появятся первые прототипы? Больше никакого камуфляжа цвета хаки. Вместо обычной формы для наших сухопутных войск сделают настоящие роботизированные доспехи. Эта экипировка будет состоять из 40 различных элементов. Самая главная деталь обмундирования — экзоскелет. Разработчики обещают, что благодаря этому устройству солдаты получат сверхчеловеческие возможности. Один пехотинец сможет поднять груз весом более 100 килограммов. Когда у тебя есть возможность человека нагрузить не 20 килограммами максимум, а, например, 120, то спектр возможной нагрузки резко увеличится. То есть, например, расчеты миномета, который сейчас там, его несут три человека, его будет нести один человек. То есть у тебя уменьшается количество людей, которые тебе для какой-то задачи нужны. Военный эксперт Андрей Фролов уверен, что на экзоскелет можно будет надеть сверхпрочный бронежилет. Это позволит защитить солдата от пуль практически любого калибра. То есть в зависимости от ситуации можешь либо наращивать на бронежилете защиту, либо, наоборот, какие-то пластины вынимать. Можно защитить практически всего человека бронежилетами такого уровня защиты, которую любая пуля не пробьет. И он будет ходить вот как терминатор. Инженеры говорят, что новый роботизированный костюм сможет даже сам оказывать первую медицинскую помощь. Если солдат внезапно потеряет сознание прямо на поле боя, специальная система приведет его в чувство небольшим электрическим разрядом. Раньше мы такую систему могли увидеть только в комиксах про железного человека. Но России удалось сделать эту технологию реальной. Элементы этого костюма уже проходят испытания. У США пока нет аналогов этой технологии. Еще одной важной частью амуниции станет шлем. В нем разместят высокотехнологичный бортовой компьютер, который и будет управлять всеми системами. Инженеры утверждают, что уже создано специальное программное обеспечение. Оно сможет, например, рассчитать расстояние до цели и подскажет солдату идеальный момент для выстрела. Забрало такого шлема будет выполнять функцию монитора. На него компьютер будет проецировать всю необходимую информацию. Еще одна полезная опция – датчики ядовитых веществ. Если возникает химическая или биологическая угрозы, особые мембраны на них отреагируют. Если подключить к этому шлему баллон с кислородом, он заменит с собой еще и противогаз. По мнению специалистов, наши сухопутные войска будут защищены в прямом смысле с головы до ног. Даже ботинки будут не простыми, а противоминными. Эти роботизированные доспехи смогут адаптироваться под любую окружающую среду. Благодаря автономным источникам воды и тепла такой экзокостюм можно будет использовать и в пустыне, и на Северном полюсе. При помощи такой интеллектуальной экипировки солдат сможет даже управлять группой наземных или воздушных беспилотников. Он сможет сам себе оказать огневую поддержку. То есть, по сути, один человек сможет выполнять боевые задачи, которые раньше мог сделать только целый взвод. Экипировка уже получила кодовое название «Защитник будущего». Ожидается, что она поступит на вооружение в 2040 году. Разработчики предполагают, что это чудо робототехники, превратит российских пехотинцев в непобедимую армию нового поколения. Новый вид червей обнаружили биологи. Он обитает на территории Антарктиды. Его длина всего один сантиметр, а тело покрыто множественными щетинками. Природа Антарктики – одна из самых малоизученных на планете. Какие неизвестные твари там обитают и как они выживают в суровых условиях Южного полюса. На Южном полюсе ученые обнаружили морозоустойчивых комаров. И это стало настоящей сенсацией. По заявлению экспертов, новый вид крупнее своих сородичей и может выживать даже при температуре в минус 75 градусов. Такой комар может приносить опасные для человека бактерии, которые тысячелетиями спали во льдах. А теперь во время глобального потепления они вновь пробудились. И самое опасное в этих насекомых то, что они могут выживать в суровых условиях Антарктиды. И значит, им будет нипочем наши сибирские морозы. Представьте, если зимой в нашей стране будут летать огромные комары. И это будет реально, если личинки этих комаров попадут в Россию. Но чью кровь пьют комары в Антарктике? Биологи считают, что эти насекомые охотятся на пингвинов или морских котиков. А криптозоологи заявляют, скорее всего, на ледяном континенте обитает пока неизвестный науке вид хищников. Впервые о нем заговорили еще в 2006 году. У аргентинских ученых была экспедиция в Антарктику. Они заявили, что увидели среди льдов гигантского белого льва. В этом нет ничего удивительного. Например, в сибирских лесах живут амурские тигры. Благодаря густому меху большие кошки отлично чувствуют себя и при минус 50. Так что, возможно, антарктические львы реально существуют. Но почему до сих пор нет ни одной фотографии этих животных? Объяснений несколько. Антарктида остается самым малоизученным континентом нашей планеты. Более того, научные станции расположены в самых доступных районах Южного полюса. А в отдаленных, где еще не ступала нога человека, могут скрываться уникальные представители антарктического животного мира. Некоторые конспирологи утверждают, что, возможно, на ледяном континенте обитают виды, искусственно выведенные нацистскими биологами. Нацистов очень интересовала гипотермия. Есть данные о том, что в застенках лабораторий они проводили секретные эксперименты по созданию морозоустойчивых существ. Животных специально помещали в ледяную воду и старались вывести вид идеальный, который бы подходил при жизни экстремально низких температурах. Ряд ученых заявляет, нацистам удалось создать настоящих монстров, способных выживать в экстремально низких температурах. Специалисты называют этих созданий крионами. Сейчас в Антарктиде расположены несколько научных станций. Работающие на них полярники говорят, что видели следы этих животных. Впервые с крионами встретился американский ученый Айзек Горвиц еще в 60-х годах прошлого века. Утром после ночлега его экспедиция не досчиталась магнитолога. Его следы привели полярников к глубокой трещине во льду. Спустившись на ее дно, Горвиц увидел лишь вмятину от тела на снегу кровь и следы когтей. На следующий день пропали еще двое членов экспедиции. Их изуродованные тела обнаружили только на третьи сутки. Однако еще больше загадочных существ, по мнению биологов, могут скрываться подо льдами Антарктиды. Российские ученые несколько лет назад пробурили скважину к озеру Восток, которая залегает на глубине около 4 километров. Первые исследования проб воды уже показали, что там живут неизвестные науке бактерии. Но эксперты утверждают, в этом подземном источнике есть все условия для обитания более сложных существ. Исследования показали, что температура воды в озере Восток довольно высокая – 10-18 градусов по Цельсию. Более того, полярники установили, что лед над озером образует купол, под которым есть кислород. Недавно геологи обнаружили, что под ледяным щитом Антарктиды дремлют около ста вулканов. Возможно, именно они согревают озеро Восток. Площадь этого водоема почти 16 тысяч квадратных километров. Глубина – около километра. Палеонтологи считают, что в таких идеальных условиях могли выжить даже водные доисторические существа. Далее в программе. Магнитные холмы. Что это? Аномальная зона или оптическая иллюзия? Почему считается, что в этих точках законы гравитации теряют свою силу? Внутри этих энергетических холмов существуют либо какие-то химические элементы, либо какая-то энергетика, которая по-разному действует на окружающих, на людей. Алан Милл, автор истории о Винни-Пухе, работал на британскую разведку. Какие задачи ставились перед писателем? И какое отношение к Ми-7 имеют персонажи детской сказки? Британский парламент – это выступал ослом, которого он всячески тиражировал. Ученые обнаружили яйца внутри перуанской мумии человекообразного существа. Кем было это создание? И почему оно исчезло? Теперь же возникают вопросы. Прибыли ли они из космоса, или они представители пропавшей цивилизации? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. У меня в руках самый знаменитый медведь планеты – Винни-Пух. Таким его изобразили мультипликаторы компании «Дисней». Историю медвежонка и его друзей американские продюсеры превратили в настоящий сериал. Вечно серьезный кролик, пугливый пятачок и мудрая сова – эти герои знакомы нам с детства. Но мало кто знает, что, согласно одной из гипотез, прототипами этих сказочных зверушек были сотрудники британской разведки Ми-7. Согласно рассекреченным архивам спецслужбы, автор истории Алан Милн занимался шпионажем, пропагандой и работал на секретную службу Ее Величества. Но мог ли он использовать детскую книжку в качестве шифра? Неужели даже у Винни-Пуха есть темная сторона? Удивительной находкой закончилась обычная игра в футбол у эльских подростков. Ребята наткнулись на сверток, в котором оказались документы секретного отдела британской пропаганды времен Первой мировой войны. Этот департамент существовал всего два года – с 1916 по 1918. Но главным его сотрудником, как выяснилось, был автор прославленной детской книжки про Винни-Пуха Алан Милн. Он воевал на фронте во время Первой мировой войны, видел море крови, смерть своих товарищей, что вызвало, по его словам, огромное отвращение, получил даже ранение и ушел со справкой, как было сказано, годен к сидячей работе. После этого на него обратила внимание секретная спецслужба Англии МИ-7. По словам специалистов, отдел МИ-7 был создан для поддержания морального духа населения, в то время, когда потери на полях сражений росли с каждой минутой, а в Британии зрело социальное напряжение. Предполагалось, что продукция этого секретного учреждения будет своеобразным ответом немецкой пропаганде. Но чем же в этой структуре занимался будущий писатель? Мало кто знает, что Алан Миллан, которого любили все дети, был на самом деле британским разведчиком, очень талантливым пропагандистом, который, используя свой писательский талант, распространял ложные сведения о немецких захватчиках, действуя в контрпропагандистских целях, для того, чтобы показать зверство немецкого оружия на территории Британии. В народе рабочее место Алана Милла называлось просто «Бюро военной пропаганды». И помимо автора Винни-Пуха, в нем трудились еще с десяток известных писателей, среди которых были Киплинг и Конан Дойл. Звезды британской литературы придумывали разные страшилки и тем самым приравнивали к штыку свое перо. И взамен на это Милл и его компания получали от правительства хорошее вознаграждение – спонсорскую помощь в издании книг. Он писал о том, что немецкие трупы солдат, которые мы не находим и которые не можем обнаружить, перерабатываются на фабриках и делаются из них дорогие удобрения. О том, что Великий полуостров станет огромной, колоссальной сырьевой базой, придатком вермахта Германии. К слову, очень скоро, как уверяют историки, Аллан Милл разочаровался в своей работе и при первой возможности покинул службу. Первым трудом, выпущенным после добровольной отставки, стала его главная книга «Винни-Пух и все-все-все». Считается, что историю Плюшевого Мишки и его друзей Милл писал вдохновленный играми своего сына. У мальчика действительно был медвежонок Пух – любимая игрушка. А его не менее знаменитые друзья жили в ящике по соседству. Но все ли так просто? По одной из версий, в доброй истории об игрушечном мире из детской комнаты содержится зашифрованное послание британского пропагандиста. Аллан Милл создавал свои персонажей, писал их в условиях боевых действий. Фронт подходил к британским границам. С каждого персонажа, в частности, он, Винни-Пуха, написал Сунистона Черчилля, где он придавал особую роль и значимость этой фигуре, говоря о том, что этот человек, безусловно, пользуется талантами. Британский парламент, это выступал ослом, которого он всячески тиражировал, таким образом пытался показать, что не парламент, все-таки одна фигура принимает решение о Соединенном Королевстве. И таким образом он показывал обществу, что и нация, и народ должны быть едины со своим лидером. По другой версии, диалоги Винни-Пуха и Савы – не что иное, как яркая демонстрация интеллектуальной борьбы бывших сотрудников бюро военной пропаганды. Следствие негативного опыта работы там. Вот эта книжка, которую написал Винни-Пух, это многие оценивают как, опять-таки, зашифрованный алгоритм беседы разведчика, который разговаривал со своими коллегами, вот Винни-Пух и Пятачок, безусловно. Может быть, это олицетворение Англии, то есть вот некая связующая держава, которая, скажем так, контролирует полмира, находясь при этом в тени под личиной вот такого добродушного мишки. Существует и еще одна любопытная трактовка сказки о Винни-Пухе. В образах героев, по мнению экспертов, иносказательно изображены английские колонии, где Винни-Пух – сама Англия, Тигра – однозначно Индия, а Ослик и Айя – Ирландия. Но как бы там ни было, сегодня специалисты сходятся в одном. Как ни крути, а детская на первый взгляд книга Милна – ничто иное, как искусно завуалированная политическая сатира. Сотрудники НАСА нашли на Марсе магнитный холм. Обнаружить объект смогли с помощью фотографий, переданных с марсохода Curiosity. На общем рисунке, собранном из 41 кадра, ученые обнаружили двухцветную возвышенность необычной формы. Магнитные холмы существуют и на нашей планете. Подобные места называют аномальными зонами. Якобы там не действует привычная гравитация. Что же там происходит? И правда ли, что эти места способны изменить наше представление о законах физики? Поехала без водителя. Так, давайте мы ее догоним. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это не оптическая иллюзия или монтаж. Автомобиль действительно без посторонней помощи поднимается в гору. Данную аномальную зону в Молдавии местные жители называют дьявольской, а ученые связывают необычное явление с действием магнитного поля Земли. Потоки воды, пластиковые бутылки, любые предметы, оставленные без присмотра – все стремится вверх. По словам экспертов, подобные места на планете – явления редкие, но не уникальные. Внутри этих энергетических холмов существуют либо какие-то химические элементы, либо какая-то энергетика, которая по-разному действует на окружающих, на людей и так далее. Это те же самые точки, которые вызывают вихревые потоки энергетические. Это точки, при которых над ними могут происходить изменения в избой техники, авиатехники, допустим, автотехники и так далее. Гора Рока-Дипапа в Италии, деревня Карпач в Польше, поселок Качеров в Чехии, остров Мэн в Ирландском море – вот лишь самые известные из магнитных холмов. Существует гипотеза, что знаменитый Бермудский треугольник тоже входит в их число. Но какая неведомая сила влечет предметы к вершине горы? Однозначного ответа на вопрос о том, что же на самом деле происходит на магнитных холмах, не существует. Есть версии, что под землей таятся залежи железной руды. Но как тогда объяснить то, что происходит с пластиковыми бутылками? Они ведь не железные, но без труда катятся вверх, преодолевая за пару минут несколько сотен метров. И вода течет вверх, хотя в случае правдивости этой версии должна была послушно стекать с прибора. Согласно другой версии, магнитный холм – нечто вроде гравитационной воронки. В этом месте десятки электромагнитных полей накладываются друг на друга. Итог – гравитационная анархия и недоумение в глазах людей. Впрочем, и с этой версией не все гладко. Воронка по логике должна засасывать вниз. А здесь предметы, наоборот, поднимаются. На самом деле мы не знаем, что такое магнитные холмы. Это чудо природы, шутка потусторонних сил. Можно как угодно это называть, но мы не знаем, как до конца объяснить то, что там происходит. В лабораторных условиях такой холм человек воспроизвести не может. Исследователи магнитных холмов отмечают еще одну закономерность. В их окрестностях они регулярно фиксируют необъяснимое свечение и странные летающие шары. Постоянно там в сентябре месяце зависают и видят люди НЛО. Так что эти магнитные холмы, они именно притягивают и для изучения, и потому что, в общем, там творятся всякие непонятные, непознанные явления, которые противоречат всем законам физики. Чем опасны магнитные аномалии? Исследователи подсчитали, что в районе Бермудского треугольника за последние 100 лет таинственным образом исчезло уже более 200 морских и воздушных судов. Недавно ученые обнаружили не менее загадочную зону в южной части Атлантического океана. Ее нашли в 2009 году в результате авиакатастрофы самолета Air France 447. Воздушное судно летело из Рио-де-Жанейро в Париж, но через 4 часа полета вдруг пропало с радаров. Эксперты, которые расследовали инцидент, посчитали, что оборудование отказало в результате интенсивного облучения электроники радиацией. Позднее эта догадка получила подтверждение. Загадочный участок в Атлантике получил официальное название Южно-Атлантическая магнитная аномалия. И вот после измерения в 2011 году космическим телескопом Кора уровня потоков протонов солнечного происхождения в этой зоне, ученые посчитали, что в этом месте магнитное поле Земли не такое, как в других частях нашей планеты. Телескоп засек, в частности, область, в которой протоны проходят дальше, чем в других местах на Земле. Эта область совпала с местом катастрофы Air France 447. Недавно, благодаря снимкам НАСА, магнитные холмы обнаружили на Марсе. Ученые предполагают, что это может стать основой для самовосстановления гравитации и магнитного поля Красной планеты. Среди экспертов становится все популярнее теория о регенерации Марса и магнитный холм — один из аргументов, подкрепляющих эту гипотезу. Далее в программе. Ученые обнаружили яйца внутри перуанской мумии человекообразного существа. Кем было это создание? И почему оно исчезло? Теперь же возникают вопросы. Прибыли ли они из космоса? Или они представители пропавшей цивилизации? Кто правит планетой? Почему конспирологи уверены, что древние тайные ордена все еще стоят у власти? Кто они, эти безликие хозяева мира? Иллюминаты даже ввели понятие «золотого миллиарда». Это значит, что на Земле останется не более миллиарда человек. Любить — бояться. Ученые доказали, люди хотят испытывать страх. Что заставляет нас рисковать жизнью? И почему одним достаточно просто посмотреть, как кто-то прыгает с парашютом, а другим непременно надо попробовать самим? У нас есть своего рода гормон страха, но он же может доставлять нам удовольствие. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Мумию, известную как инопланетянин из пустыни Атакама в Чили, просветили рентгеном. Результаты стали сенсацией. Выяснилось, что внутри нее находятся самые настоящие яйца. Специалисты предположили, что останки принадлежали человекообразные рептилии. Было ли разумным это существо? Почему вымер этот редкий вид? Какой цивилизации он мог принадлежать? Ученые просканировали мумию гуманоида из Атакамы, и то, что они увидели на снимках, шокирует. Похоже, что речь идет именно о яйцах. Это подтверждают и состояние рёбер, и кожура этих яиц, которые имеют немного продольную форму, как яйца рептилий. Ученые теряются в догадках, откуда внутри мумии могли оказаться яйца. По одной из версий, таким образом существо вынашивало свое потомство. В истории животных известны яйцекладущие, мегакопитающие существа, которые размножаются именно таким образом. Может быть, в данном случае наличие яиц внутри самого тела и обозначает то, что это возревание детей. Были ли эти яйца оплодотворенными? Должны ли они были быть продолжением рода? Или это просто процесс, который происходит так же, как у птиц, автоматически оплодотворение может происходить на каком-то этапе этого созревания? На Земле есть всего несколько видов млекопитающих, откладывающих яйца. Самый известный из них – ехидна и утконос. Они относятся к древнейшим существам на планете. Вероятно, говорят ученые, эти виды как-то могут быть связаны с малышом АТУ. Теперь же возникают вопросы, прибыли ли они из космоса или они представители пропавшей цивилизации. Мы точно знать не можем, но мы продолжаем искать ответы на эти вопросы. На данный момент мы полагаем, что яйца никоим образом не могут быть фальшивкой или же результатом манипуляций кладоискателей, например, при помощи уродования или изувечения человеческих мумий. Об этом и речи быть не может. Исследователи считают, что, возможно, есть какая-то тайна в том месте, где нашли загадочные останки. Пустыня Наска находится совсем рядом и знаменита различными аномалиями. Это не только в районе пустыни Наска, это во всех, в принципе, местах, где есть какие-то древние раритеты. Ну, скажем, вот китайцы, они туда просто европейцев не пускают. Они сами это исследуют, этим занимаются. Поэтому в худших гораздо стартовых условиях, чем СССР, китайцы начали и сейчас находятся впереди планеты всей. Вот именно по этой причине, потому что они эти все вещи знают, используют, изучают. На данный момент некоторые ученые относят АТУ к человекоподобным рептилиям, то есть к гибриду человека и рептилии. Экспертиза, проведенная ранее, указала, что матерью существа была уроженка западного побережья Южной Америки. А вот кто был отцом, ДНК-анализ не показал. Однако ученые не оставляют идеи докопаться до истины. Мы хотели бы узнать, реальна эта история или же нет. Если все это ложь, обман, то мы будем первыми, кто объявит об этом здесь, в Институте Куска. Однако, если эти тела и органы, если они реальны, они могут изменить историю человечества. Эти исследования приведут к огромным последствиям на уровне культуры, религии. Все это приведет к новым исследованиям. Нам нужно сделать все возможное, чтобы спасти это великое культурное наследие Перу и всего мира, потому что эти мумии находятся в опасности. В Перу очень распространено кладоискательство. По словам исследователей, к ним неоднократно обращались так называемые бакера, чтобы продать мумии неизвестных маленьких существ. И, возможно, в ближайшем будущем нас смогут ожидать новые находки. Руководитель Сирийской Арабской Республики Башар Асад сделал сенсационное заявление. Действующий президент США Дональд Трамп не обладает реальной властью в Штатах. По словам сирийского лидера, на самом деле Америкой управляет некое тайное правительство, ставящее себя выше всех законов. Подобные обвинения в сторону глав различных государств в истории звучали не раз. Если верить конспирологам, то в нашем мире действительно существует особый секретный союз. Но самое невероятное, что все ключевые события последних лет подтверждают эту теорию. Речь самого Папы Римского на конференции в Ванкувере была обращена к забытому тайному ордену иллюминатов. К такому выводу пришли исследователи. Они утверждают, что жесты понтифика во время его выступления имели скрытый смысл, понятный лишь посвященным. По мнению экспертов, между строк Папа Римский угрожал масонам раскрытием чудовищной тайны. Даже появилось предположение, что глава Святой Церкви говорил не от своего имени, а выражал мнение влиятельной группы или высшей силы. В это сложно поверить, ведь именно братство иллюминатов издревле считалось главным врагом церкви. Если вы спросите их об иллюминатах на улице, то вам скажут. А эти безликие кукловоды, которые дергают за нитки за спинами Трампа и всех остальных, и на самом деле стоят за событиями. Да, я все о них знаю. К последователям ордена иллюминатов относят буквально всех миллиардеров и магнатов дня сегодняшнего. Среди них семьи Дюпонт, Кеннеди, Рокфеллер и Ротшильд. С вершиной братства тесно связывают даже друга всех детей, Уолта Диснея. Их фамилии почти не появляются в СМИ, но это тоже часть стратегии. Это те самые безликие кукловоды, чьи имена мы никогда не узнаем. Но мы верим, что они принимают людей в свои ряды. А этими людьми могут быть Бьонсе, Риана и другие, включающие мысли иллюминатов, свою музыку, книги, фильмы. Существует гипотеза, что орден иллюминатов борется за новый мировой порядок, при котором не будет хаоса. Будет единая для всего мира безналичная электронно-денежная система, которую будет контролировать мировое правительство, то есть братство. Концепция иллюминатов подразумевает, что каждая личность общества должна быть унифицирована, подконтрольна и чипирована. Иллюминаты даже ввели понятие «золотого миллиарда». Это значит, что на Земле останется не более миллиарда человек. Элита и обслуга. Все они согласны, окажутся вне закона. В новом мировом порядке вся власть, естественно, будет принадлежать магистрам ордена иллюминатов. То есть небольшому кругу сверхбогатых кланов. Сегодня к ним причисляют Клинтонов, Бушей и знатные семьи Саудовской Аравии. Есть наследственные связи, все это по наследству передается, и, естественно, есть определенные рычаги для влияния. Это такой высокий уровень. Выше, например, чем масонство и выше, чем христианство. Современные исследователи предполагают, что все существующие сегодня банковские и платежные системы находятся в руках иллюминатов. Цели достаточно простые. Это прежде всего власть. Это управление обществом, и не только обществом. Вообще управление процессами, которые происходят на нашей земле. Это захватывает не только социум, но это гораздо шире. Еще одно тайное братство из Средневековья, которое, по мнению конспирологов, продолжает существовать и в настоящее время, это тамплиеры. Удивительно, но, как считают эксперты, в современном мире этот орден принял совсем неожиданное воплощение. Это крест тамплиеров, а это эмблема НАТО. А здание Пентагона и вовсе выстроено в виде пентаграммы. Это символ культа. Создавая Пентагон в виде пентаграммы, они хотели наделить США силой, придать силы самым тайным своим операциям. Еще один масонский символ, пылающая белая звезда, активно используется американскими военными. Римская звезда Марса это как раз белая пентаграмма. Вот как в Америке на их воинских знаках отличия. Посмотрите, на самолетах там белая звезда. Вот белая звезда это и есть звезда Марса. Как когда-то в средние века, так и в современном мире тамплиеры остаются мощной разветвленной организацией. Члены тайного общества проникли во все властные структуры и занимают в них высокопоставленные должности. Они не носят большие белые туники, красные кресты. Теперь они носят костюмы, сидят в офисе и контролируют все, что происходит в мире. Но делают это скрытно, так как многие не могут открыто назвать себя тамплиерами. Тем не менее, они гордо несут свои идеалы миру. Однако эксперты считают, что в новом мире вместо христианских ценностей тамплиеры насаждают обществу свои собственные. Сегодня либеральные идеи возводятся в ранг новой религии. Это утверждает один из самых влиятельных политологов Германии, журналист-международник Александр Рар. «Сегодня действительно западный мир живет в таком сознании, что он выиграл холодную войну, что у него правильная мораль, что у него правильное мировоззрение, и что у него вот именно либеральная модель ценности, которая приемлема, не только приемлема, она должна тоже развиваться по всему миру. Это не только отдельные политики так думают, это настрой западных элит». Миротворцы НАТО – главное оружие тайного общества тамплиеров. И сейчас, по мнению некоторых экспертов, они стремительно приближаются к своей решающей битве. Причем проводниками их воли становятся самые влиятельные люди. «Безусловно, тайные общества существуют прежде всего для того, чтобы привлекать в свои ряды представителей элиты властных банковских промышленных кругов. Естественно, как цель была, так и она и остается прежней». В США связи американских президентов с обществом тамплиеров и их преемниками – масонами – являются давней политической традицией. Первоначально отцы-основатели США даже не скрывали свою принадлежность к тайному братству. Доказательства можно найти на любой долларовой купюре. Пирамида со всевидящим оком наверху – всем известный символ масонов. Но неужели эта традиция дошла и до наших дней? Далее в программе. Любить – бояться. Ученые доказали – люди хотят испытывать страх. Что заставляет нас рисковать жизнью? И почему одним достаточно просто посмотреть, как кто-то прыгает с парашютом, а другим непременно надо попробовать самим? У нас есть своего рода гормон страха, но он же может доставлять нам удовольствие. Хоббиты против гигантов. Исследователи утверждают, что тысячелетия назад на нашей планете жили мифические существа. Какие доказательства их существования есть у экспертов? И куда исчезли эти загадочные расы? Это были существа ростом в один метр, которых мы называем хоббитами. Они жили тысячи лет назад. Примерно в такое же время жили и представители хомо сапиенс. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ведущие американские компании подсчитали, что за последние 20 лет самым востребованным жанром в киноиндустрии стали ужасы. Со статистикой согласны ученые. Они провели исследования и выяснили, что на самом деле люди любят бояться. Ради выброса адреналина во время испуга человек готов не только рискнуть своей жизнью, но и поставить под удар своих близких. Правда, делаем мы это неосознанно и в основном не верим в возможность печального исхода. Но почему людям так нравится бояться? Внимание! Экстремально опасная жара. Таблички с таким предупреждением видят туристы при въезде в Национальный парк Калифорнии в Долину Смерти. Но кажется, это их не пугает. Больше ста тысяч человек на свой страх и риск приезжают сюда каждый месяц. Когда я первый раз попал, все, ничего живого. В пустынях мне приходилось бывать, но там хоть какое-то движение. Ветерок там, где-то там шелестят эти саксаулы или какие-то другие растения. Там где-то ящерицы, где-то змеи. А тут, когда я попал днем, все, пустыни. Ни шакалов, ни пустынных котов, ни ящериц, ни змей. Все, замерла. Мертвая зона. Долина Смерти. Самая низкая точка в Северной Америке. Этот раскаленный клочок земли зажат между двумя горными хребтами. Эксперты называют ее адом на земле. Летом температура в заповеднике может доходить до 57 градусов по Цельсию. Писатель Брайан Даннинг написал целую книгу о долине. По его словам, здесь погибли больше тысячи человек. Но почему люди добровольно отправляются в это место? Ради чего они рискуют своей жизнью? Этот лес считается одним из красивейших на планете и охраняется ЮНЕСКО. Ежегодно самшитовые рощи у подножья горы Фуджи посещают тысячи туристов со всего мира. Но мировую известность эта достопримечательность завоевала не только благодаря красотам природы. Существует некая городская легенда, что в этот лес приводили стариков и детей, те люди, которые не могли их прокормить, или это были больные люди. И в этом лесу их просто оставляли. Телефонные аппараты там не работают, часы останавливаются, их покрывает очень густой туман. И даже люди с особо высокой сопротивляемостью и умением выживать говорят о том, что вся атмосфера нахождения в этом лесу говорит тебе о смерти. Все дело в страхе. Вернее, в гормонах, вырабатываемых в организме под его воздействием. Как показали исследования, человек так устроен, что в случае опасности наши железы буквально впрыскивают в кровь так называемые естественные наркотики. Эти вещества, по мнению ряда ученых, заставляют нас снова и снова стремиться пережить испуг. Вот существуют результаты исследований. И получается, что у нас есть своего рода гормон страха. Но он же может доставлять нам удовольствие. И вот особенно сильно он развит у спортсменов. Они буквально не могут радоваться, не пережив перед этим страх. Согласно статистике, ежегодно на Эверест совершают восхождение не меньше 600 человек. И та же статистика утверждает, что каждый четвертый рискует никогда не вернуться назад. Но когда эти люди сидят четвером в палатке перед штурмом, и они по статистике понимают, что кто-то из них в эту палатку уже не вернется. Я вам скажу, что это настолько тяжело переживает и трагедия, когда ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. По официальным данным, сегодня на вершине Джамалунгмы находятся тела примерно 300 человек. 176 с южной стороны и 106 с северной. В среднем за сезон эта цифра увеличивается на 7. 7 человеческих жизней. По количеству смертей этот пик уступает лишь гималайской Анапурне, самой опасной точке планеты. Но ее рискуют штурмовать лишь самые подготовленные, в то время как Эверест это мечта многих любителей. Я точно не рекомендую идти на Эверест, потому что это неоправданный риск, Считается, что за удовлетворение в нашем организме отвечает так называемый гормон счастья дофамин. Ученые утверждают, что его количество кодируется специальным геном в ДНК, и мутации приводят к сильным колебаниям концентрации, которые могут серьезно изменить нашу жизнь. Различные формы этого гена были обнаружены у наркоманов, азартных игроков, алкоголиков и спортсменов. Однако последние исследования показали, что существует и другая связь, объединяющая нашу любовь к страху. Оказывается, низкое содержание в мозге фермента тираминазы вызывает чувство неудовлетворенности и тягу к острым ощущениям. Чем выше дефицит, тем больше желания рискнуть. Исследователи заявили, что тысячелетия назад нашу планету населяли хоббиты и великаны. Они считают, что необычные останки человекообразных существ, которые периодически обнаруживают археологи, это не что иное, как следы от мифических цивилизаций прошлого. Может ли фантастическая гипотеза оказаться правдой? Какие аргументы есть у экспертов? И если гиганты и карлики невыдумка, то куда исчезли эти загадочные расы? В джунглях африканской Руанды археологи нашли останки 200 тел неизвестных существ. Предположительно, их рост мог превышать 2 метра. Кроме того, на их черепах, по словам экспертов, нет четких границ расположения ротовой полости, носа и глазниц. Но возможно ли это? Раса людей, известная из хроник, изначально люди имели рост 52 метра, потом 32, потом 16, потом 8 метров, сейчас вот 2,5, может быть даже и меньше. То есть, в настоящий момент люди в средний рост, метр 70, как бы, встречаются раз уже меньшего роста. То есть, это все жители Земли. Сложно поверить, но словно в противовес африканской находке, в китайской пещере Хибита археологи обнаружили захоронение человекоподобных существ ростом с гнома. По словам очевидцев, от современного человека их отличает необычная форма черепа и глазниц, а также полное отсутствие зубов. Исследователь-антрополог Ганс Хецке обнаружил останки карликовых существ на островах Мальты. Похожие скелеты были найдены в пещере Лингбуа индонезийского острова Флорес. По результатам анализов, рост человека с Флореса, так назвали находку ученые, был не больше одного метра, а размер мозга равен мозгу шимпанзе. В этом году в Испании я был в очень интересном городе Бакайрент. Это провинция Валенсия. Пещерный город Бакайрент, а так он называется. Какие существа жили в этом городе, можно себе представить. А явно это был город, который строили, и люди современного роста там жить просто не могли. И совершенно очевидно, и все мои партнеры, которые были в экспедиции, не сомневались в том, что в этом городе обитали какие-то карлики, рост которых был не более 80 сантиметров. И о таких карликах повествует предание. Ученый Дизире Хортак утверждает, когда-то на Земле, причем не только в Африке, но и в Европе и Северной Америке, жили загадочные маленькие люди хомонолети. Сегодня мы знаем о них лишь из книжек в жанре фэнтези. Это были существа ростом в один метр, которых мы называем хоббитами. Они жили тысячи лет назад. Примерно в такое же время жили и представители хомо сапиенс. На шею каждого из найденных скелетов был надет каменный диск с загадочными иероглифами, неизвестными ученым. Ряд исследователей предполагает, что на этих дисках могла быть записана история этих удивительных существ. Еще одна находка, поразившая ученых, была сделана антропологами в США. По словам специалистов, им удалось найти гигантские скелеты, которые строением черепов отличались от тех, что обнаружили в Африке. Кроме того, по словам исследователей, эти существа могли обладать двойными рядами зубов, как у акул. И в Санта-Каталине, и в Массачусетсе были найдены одни и те же свидетельства о двухметровых людях с двумя рядами зубов. Да, они жили в разных местах. И знаете, это не просто высокие люди. У них все было огромным. Череп, челюсти, кости лица. Каменотес по профессии, американец Джим Вейера, изучая все, что связано с работой по камню, случайно наткнулся на свидетельство о людях-гигантах с двумя рядами зубов. Не 32, а все 64. Открытие настолько потрясло, что это стало делом его жизни. Исследования, которые я веду, в сумме включают в себя около тысячи свидетельств таких находок, которые вы наблюдаете сейчас у меня за спиной. Все они подтверждены антропологами, археологами и ведутся с 1981 года. Исследователи утверждают, что большая часть этих уникальных находок бесследно исчезла. В декабре 2014 года Верховный суд США обязал Смитсоновский университет обнародовать засекреченные документы, датированные началом 20 века. Среди опубликованных данных эксперты якобы обнаружили приказ высокопоставленных руководителей из Вашингтона с формулировкой «Для защиты господствующей хронологии эволюции человека». Конспирологи уверены, что организация принимала участие в крупном сокрытии исторических доказательств. Они считают, что в период с конца 18 века до 2014 года археологами было обнаружено не менее 10 тысяч гигантских человеческих останков, которые не вписываются ни в одну из существующих научных теорий. Многие археологические находки, они автоматически подстраиваются под известную нам картину мира, историческую картину, которую нам нарисовали за последние 100-200 лет, и которая не просто далека от действительности, она просто вообще выдумана. Поверить в то, что карлики и великаны лишь плод воображения, согласны далеко не все. Исследователи продолжают искать потомков этих цивилизаций в отдаленных уголках нашей планеты. Они придерживаются версии, что тысячелетия назад великаны, карлики и обычный человек проживали на одной территории. Однако в процессе эволюции и скрещивания видов люди превратились в господствующий вид. Но возможен ли подобный сценарий? Гетте говорил, нет ничего опаснее для новой истины, чем старое заблуждение. Давайте искать правду вместе. С вами был Олег Шишкин. Вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова